Ас-саламу алейкум, мир вам! С вами Кадыр Маликов в программе «100 вопросов о» В начале 90-х звучало выражение от некоторых, кто пропускает намеренно обязательную молитву, намаз, как будто совершает неприличные действия в отношении своей сестры в Мекке, у дверей Кабы. Насколько это достоверно? Эта новость или этот хадис является ложным, потому что среди верующих иногда ходит определенная информация, которая является специально введенной для дискредитации Ислама. Такие хадисы или такие рассказы называются в Исламе аль-Маудо, то есть введенными, или Исраилият, или Даджал. То есть Даджал – антихрист. Разве вы не почувствовали после того, как услышали эту новость, этот рассказ, определенное отвращение? Конечно, любой здравомыслящий, услышав такой хадис или такую новость, будет ощущать чувство омерзения или неприятное чувство. Поэтому мы должны очень четко понимать, сегодня очень много ходит среди людей, среди общества непроверенной или специально введенной информацией. Надо понимать, что мы живем в эпоху информационных войн. Очень много распространяется ложной информации об Исламе, ссылкой на источники Ислама. Поэтому всегда проверяйте. Крайний случай – посмотрите логику. Разве Ислам, призывающий к миру, к любви, к прощению, к милосердию, будет призывать к данным непристойным вещам? Конечно, нет. И поэтому очень важно проверять источники. К сожалению, мы не можем и иногда не хотим переспросить или узнать источник, насколько данная информация соответствует действительности, с какого она источника, насколько это проверено. Спросить у других имамов или молдов – это обязательно. Потому что подобные вещи, они отталкивают от Ислама. Подобные рассказы, которые очень мифологизированы, или в них есть определенные факторы отвращения, они все отталкивают от религии. И поэтому сегодня, в наше время, информационный век, у каждого из нас есть сотка, есть интернет. Необходимо перепроверять информацию. Спросите у определенных ученых, спросите у имамов мечети. Необходимо именно эту информацию перепроверять, перепроверять из двух и трех источников. Если эта информация не соответствует вашей логике, не соответствует духу Ислама и так далее. Есть ли такое понятие, как исламская одежда? Обязательно ли одевать пакистанскую и арабскую? Так же, как и в именах, в Исламе нет такого понятия, как исламская и неисламская одежда. Есть понятие требования Ислама в одежде, как сунна и как обязательное ваджиб. То есть, что туда входит? В первую очередь, это сокрытие своего оврата. Каждый верующий мусульманин или мусульманка должны сокрыть свои определенные участки тела. У мужчины то, что находится ниже пояса и ниже колен, до колен. У женщины в понятие оврата сегодня, у женщины в понятие оврата входят все участки тела, кроме лица и кисти и рук. Но как вы покроетесь, это ваше дело. Вы можете одеться современно, одеть современные брюки, которые очень широкие, одеть платье и так далее. Самое главное, чтобы ваша одежда была первое требование, чистая, от нее должен быть хороший запах. Второе, непрозрачная. Третье, необтягивающая. То есть, это есть требование. В остальном же каждый народ одевает согласно своему климату, традиции, определенной культуре. У каждого есть своя национальная одежда. И даже я приведу пример. У многих народов их традиционная национальная одежда полностью соответствует сунне. Если мы посмотрим на Индию или Пакистан, то там определенного вида одежда. Но ее носят и мусульмане, и язычники, индуисты. Если мы смотрим на арабскую одежду, то эту арабскую одежду носят и мусульмане-арабы, и мусульмане-арабы, и христиане-арабы. То есть, это означает чисто национальная одежда. И поэтому здесь очень важно обращать внимание не на то, как человек одет, в какую одежду, а на то, насколько она чиста, насколько чист сам человек, его поведение, его отношения. Потому что одежда, это всего лишь она скрывает ваше тело. Самое главное, ваша одежда, это богобоязненность, это хорошее намерение, это ваш иман, ваша вера, это одежда вашей души. Одежда тела, после того, как человек одевается в одежды души, в духовность, если у человека есть одежда, прикрывающая его сердце, то есть, укращающая его сердце, это иман, вера, богобоязненность, то после этого только человек делает шаг, чтобы закрыть свой оврат и одеться. В исламе запрещается принуждение или порицание человека по его виду или по одежде. Потому что это не так главное, это не является основным. Потому что в рай и в ад, в рай заходят или попадают в ад, не по тому, как человек одевается, а по его намерениям, по его делам. Должен ли верующий служить в армии? Верующий, являясь гражданином той страны, где он находится, он обязан служить в армии согласно требованию законов, которые существуют в его стране. В любой стране, которую мы посмотрим сегодня на карте мира, любой гражданин обязан служить в армии. Пусть это будут арабские страны, Пакистан, Турция или в наших странах. То есть, мы как граждане, согласно Конституции, пользуемся благами, теми благами, которые есть в нашем обществе, в нашем государстве. Соответственно, у нас должна быть ответственность. Это защита нашей Родины. Это определенная служба для народа, для общества и так далее. Тем более, в исламе любовь к своей Родине поощряется, является сунной и обязательным требованием для каждого верующего. Любовь к своей семье, к соседям, то есть проявление заботы. Аллах в сунный день будет с нас спрашивать не о какой-то стране далекой, а именно там, где вы родились, там, где вы живете, там, где находится ваша семья и ваше общество. Каждый из нас в сунный день будет спрошен за свое общество, за свой народ и за свои семьи. Служу в армии, чтобы почитать спятикратный намаз во время учений в горах нет теплой воды. Иногда заболеваем. Есть ли другой выход сделать умовение или нужно отложить намаз на потом? Если есть возможность прочитать намаз вовремя, то его надо читать вовремя. Согласно в Куране Аллах говорит поистине молитва предписана верующим по времени. То есть это означает, что если есть возможность и нету веской причины, читать необходимо вовремя. Раз. Второе, ислам является религией облегчения. И для того, чтобы совершить намаз, мы должны сделать омовение водой. Но если в каких-то условиях, в горах, в других условиях, существует трудность сделать омовение водой, допустим, нет воды, или не хватает питьевой воды, или, допустим, вода холодная, и вы боитесь заболеть, или даже прибавить болезнь к своей болезни, то в этом случае шариат дает вам право, разрешение вместо омовения холодной водой сделать тайамум, то есть омовение песком или пылью, или почвой. То есть для вас есть облегчение. И поэтому, чтобы не заболеть, или не прибавить свою болезнь, или не заболеть, допустим, некоторые делают омовение холодной водой и постоянно страдают, допустим, хроническими заболеваниями, такими, как простатит, то в этом случае всегда есть альтернатива, есть замена. Ислам религия облегчения, но поэм, и поэтому в любом месте, в любом случае вы можете в любой ситуации читать намаз. Допустим, если человек болеет, то он может читать намаз сидя. Если он не может читать намаз сидя, то может читать намаз лежа, но никто не освобождается от молитвы. Молитва является обязательным условием ислама. С вами был Кадыр Маликов в телепередаче «100 вопросов о» деперва спирережу но подав еще какие дел мир